если на улице погулять снег идет тяжело мне заставить себя в такую погоду выходить с ними но надо все равно каждый день гуляю главное чтобы дождя не было холод можно пережить сейчас каникулы мирон в садик не ходит в садике хоть с ним воспитатели гуляют но так мне приходится но даже когда он в садике все равно каждый день с ними гуляю обязательно но тогда можно просто сократить время прогулки тогда я знаю что он полтора часа погулял в садике мне можно час погулять а так стараюсь полтора два все равно гулять сапоги на меня мои новые оказались большие все как всегда тридцать пятый размер и большие не знаю с каждым годом нога все усыхает и усыхает скоро буду носить вилана на обувь вот они они мне кстати еще и не очень что нравится такие максиму нравится мне что-то так как-то не очень не знаю улица такой дубарь скажи вилаш прошло полчаса все мы уже не можем был волосы мои сажала и на улице ни одной живой души вот ни единого человека там на качальке мирон сидит все нигде никого я не могу два года назад покупали мирону комбез длинная за 700 гривен а сейчас у лины шапка 800 гривен круто а комбез а комбез комбез 33 300 а мы такой купили за 2 в марте всегда надо покупать в марте или феврале или в апреле правда на нас оказался большой и мы купим еще один ничего мне нравятся шапки с бомбоном но для мальчиков как-то не очень не знаю что не могу а мирон тебе не как шапку найти что делать ой смотри вольфик в школу можно очередной а я нашла вот как нормально сто шестьдесят девять бен показывайте что там какого это мультика мы не ходили пить хочешь снег лежит уже такая вот погода 2 ноября у нас я тут запуталась как могла идет дождь снег нет но если бы это был нормальный снег я бы ничего не имела против а так это каша под ногами холодно мокро сыра я иду косметолог уже пришла почти надо по адресу найти нужный мне дом клиника excellence какая-то я надеюсь на этот раз мне повезет я не могу себе найти нормального косметолога это будет наверно уже 10 и выбираю по отзывам вроде все хорошие из кожи у меня все нормально у меня нет каких-то особых проблем мне нужна банальная чистка лица которую при желании могу даже сама себе сделать но все не так постоянно чем пришла с тем и ушла и не защищают или вообще в этот раз я иду не просто там какой-то косметологический кабинет я иду прям клиника поэтому я надеюсь что мне все понравится я им сразу скажу что я клиент требовательный не надо мне делать как попало потому что ну не знаю как всегда все равно не идеально за 500 гривен могло бы быть лучше может я какой-то слишком требовательный клиент не знаю до 10 косметолог и и все меня не устраивает хотя со всем остальным у меня в порядке с ногтями с депуляцией все мастера мне подходят а тут все не то если есть у вас контакты хорошего косметолога в киеве поделитесь пожалуйста я буду очень благодарна у нас сегодня самое здоровое утро мы одеваемся собираемся и поедем в сенево сдадим детям анализы вообще анализ крови сдадим я считаю что его нужно сдавать раз в три месяца желательно раньше я всегда так и делала сейчас что я не знаю я наверно мир он вообще не помнит что такое сдать кровь с пальца наверно уже вот дали сдавали где-то вот не сдавали мир он боится говорит он не знает что это такое а милана все помнит что это не страшно не больно да как маленький комарик и не боится вот раньше когда вот дети у меня были когда мирон милана вообще до двух лет не болела ни разу ни единого раза потом начала часто болеть это оказались аденоиды мы их удалили но этот момент пока мы поняли что это аденоиды нашли причину частых болезней кто в тот период как раз родился мирон и милана часто болела его заражала мирон очень болел и на фоне того что ему было всего там 35 месяцев это все переходило в обструктивный бронхит хорошо сейчас пойдем вот и даже в больнице мы один раз лежали и анализы сдавали достаточно часто и серьезные анализы вот и сдавала я в медиане это очень хорошая лаборатория вот если нужен какой-то там серьезный анализ то лучше сдавать там и они выезжают на дом и они кстати очень очень дешево было года два я к ним конечно не обращалась но было очень дешево и достоверно вот а если нужен просто какой-то обычный анализ крови то думаю можно знать и все него который находится под домом так что сейчас мы туда поедем а мирон говорит что мы поедем за детской дрелью не знаю я еду в детский мир ему за сапожками и за шапкой ты не будешь плакать нет ради дрели да все мы поехали так радостно ты очень рада что пришел день анализов ну пойдем-ка совсем-совсем не страшно все ты что плачешь ну что не больно не приятно или приятно как думаешь мирон выдержит милаш выдержит мирон не знаешь я думаю выдержит все сдали никто не плакал не вела на ними он все молодцы кстати что меня очень удивило оказывается после шести лет уже берут с вены но я сказала что нет не надо милане с вены тогда мы вообще не будем сдавать и взяли с пальца но но потому что я уже оплатила и сказала если с вены мы не будем вообще сдавать поэтому взяли с пальца так сейчас уже почти 4 часа дня мы анализы сдавали в одиннадцать и я хочу посмотреть возможно уже готов результат результат результаты онлайн нажимаем так что тут нужно нажимать результат онлайн да вот вводим наши циферки так будем смотреть готовы ли ваш заказ не готов показаны предварительные результаты так так покажет что-то или нет а да вот вот анализ готов тот же день все готово я уже просмотрела и у нас все хорошо да милан здоровы мы а мирона анализ еще не пришел пока только твой посмотрели я думаю что мирона тоже все хорошо правда же